мур привет друг а это зверько после вчерашнего сложного видео сейчас будет более простой формат подкаст хочу рассказать почему я не вызвался в поездку просто выезд из москвы а мне до москвы еще 2500 километров и банально нету денег из-за гранд паспорта чтобы слетать в малайзию но мне очень приятно что вы помните обо мне и пишите такие забавные отзывы как а почему такой брутальный блогер не едет малайзию спасибо друзья но я думаю когда-нибудь я все-таки скатаюсь на какой-либо турнир и освещу его для вас все уже устали от этой феерии вокруг маши на самом деле со старта мы проталкивали идею персонажа кащея нежить но с нежитью есть небольшая заминка в китае разработчики же как мы помним из китая у них другое отношение зомби зомби не факт но вот к скелетам точно то есть у них даже в world of warcraft когда вышел и место где у них нежить проживает там все черепа были заменены на булки дело в том что образ черепа и скелета это образ предка а в китае очень уважают своих предков поэтому такие ограничения и поэтому скорее всего в наше мл мы не дождемся настоящей нежити очень часто спрашивают по статистику дело в том что когда мне было интересно достигнуть мифика я это сделал сделал это где-то у меня было 64 процента побед на то время и около ста с лишним боев нюанс в том чтобы каждый раз брать мифика и набивать звезды нужно на это тратить очень много времени тот человек который стримит и стримит в ранге он может тратить на это время уже будучи в ранге как ты слышал тут кот меня поддерживает и дерет диван так вот я беру легенду и обкатываю в ней сборки в тех сборках в которых я совсем не уверен я играю ими в обычке сборки которые нужно мне проверить на играбельность и реиграбельность я проверяю в ранге легенды для этого вполне хватает чтобы мне попасть на мификов достаточно взять с собой мифика но и тем более периодически сам попадаю лично мне мифик csv не добавит а времени потрачу много раз уж зашла речь про стримы почему я не стримлю ну вот не мое я когда играю и играю серьезно я очень сосредоточен у меня но максимум может тихо играть музыка а на стриме то есть нужно хорошо играть общаться со зрителями я считаю это обязательное правило иначе нафиг это какой стрим можно любую запись включить и посмотреть как человек играет да то есть стример должен как-то со своим комьюнити общаться и вот проведя два часа в некомфортно для себя получаются обстановки то есть я не могу полноценно играть и не могу полноценно разговаривать по мне приходится дело совмещать мне у меня банально начинает болеть голова по поводу связи гасена я могу показать и объяснить действия на стоячем объекте то есть на гасене по хорошему нужно наигрывать чтобы показать эти действия в бою и я все жду записи от хорошо играющих людей потому что на гасене нужно наигрывать бои а у меня на это ни времени ни желания просто нет есть знание умение рассказать и желание показать ну и немного расскажу про бои много было вопросов про записи боев тут тоже не все так просто когда я начинал и чаще участвовал тогда еще не было хороших телефонов чтобы это было возможно записать во вторых это было зачастую текстолитовые бои я сейчас перешел на сталь и вот на стали я на турнирах уже полноценных не был почему потому что на текстолите ты что-то можешь выдержать удар в тело в грудь банально по конечностям без сильного травматизма составлю такая штука не проконает там нужно полноценное облачение которое стоит но сейчас по прикидкам выше 100000 рублей есть хорошие нормально идти на нормальный турнир а есть химаш на и обмундирование она состоит из пластика а цены те же то есть качественная хорошая такой подвижная и достаточно защищающие оборудование то есть жакет жилет наручи на локотники и проще тоже выше сотни стоит мне банально не хватает на это денег и я участвую в в чем попроще и то не всегда ведется запись я приведу пару боев с одного можно сказать развлекательного турнира там с казаками дрались на тимбарах приехал я оттуда у меня там было четвертое место вообще не важно приехал я у меня вот так вот все бицепсы были отбиты фиолетово-желтые и грудь вот так же вот во весь вперед ну там будет видно в чем я выступал по большому счету тимбары это тренировочные мячи но многие приемы ими не провести то есть по большому счету это два мужика дерутся дубинками и так и выглядит также и засчитывают судьи судьи тоже очень такие региональные любители и многие попадания они не засчитывали а некоторые засчитывали когда меня даже не коснулись но претензии к судьям будут всегда до тех пор пока нету оборудование которое может нормально регистрировать попадание допустим как в олимпийском фехтовании да то есть коснулся и все там сработало оповещение бау красному бау красному Бал красному Бал красному Бал красному Стоп Бой Победа в поединке Один брал Бал Синий Бал Синий Бал Синий Бой Бал 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 кронслей. Бал сидит. Бал сидит. Бал сидит. Бал сидит. Бал сидит. Стоп. Ой. В обиду держал. Ну на этом все друг. Подписывайтесь на канал и удачи. Ну кажется пошло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Увидимся.